18 сентября нас ожидает очень важное событие. Это лунное затмение и полнолуние. И это событие будет открывать осенний коридор затмений. У нас уже был один коридор затмений весной, сейчас второй заключительный. Будет влиять данное затмение на наше эмоциональное и ментальное состояние. Лунное затмение всегда влияет именно на эти сферы. Особенно не просто может быть в этот период рыбкам и ракам. Потому что на них больше всего будет влиять данное затмение рыбкам. Потому что будет затмение в их знаке. Ну а раки, поскольку они луннозависимы. Но также это затмение будет влиять на всех, у кого проблемы с тревожностью. Кто себя накручивает. Вот такая есть чувствительность информационная. Что важно знать про сам этот день? Он неблагоприятен для каких-то начинаний, важных дел. Для того, чтобы находиться в толпе людей, проводить в общественном месте. Этот день негативной энергии. Он не позитивный. Он говорит о трансформациях, о ментальных трансформациях. Поэтому его благоприятно провести спокойно. Занимаясь духовными практиками. Принять ванну, погулять возле воды. И обращать внимание, что именно вам будет подсвечивать период до и сам этот день. Поскольку это кармическое затмение. И оно будет показывать те моменты, те проработки, в которых у вас может быть не так все хорошо. И также данное затмение, вообще коридор затмения, он совпадает с таким периодом, который называется Петрипакшо. Это тема связана с почитанием предков. И период этого затмения, во время затмения, в этот день у вас могут проявляться ситуации, которые связаны с вашим родом. Не всегда в позитивном контексте. Иногда это могут быть через ссоры, через провокации, через какую-то эскалацию конфликта. Ваша задача, самое главное, если упростить ее в этот период, это не поддаваться негативным эмоциям. Это максимально гармонично провести этот день. Выступать в роли наблюдателя. Сократите любого рода информацию, которая может быть тревожная. Новости. Каких-то людей, которые могут говорить вам про ситуации тревожные. И опять же, после них вы можете переходить в себя. Крайне не рекомендую употребление алкоголя, поскольку у нас и так сознание затуманено. У нас нет чистого сознания в этот день. Если еще употреблять интоксикации, то это может повлечь за собой неправильные поступки. Сами плоды этого затмения вы сможете увидеть весной 2025 года. Это не будет видно сейчас. Сейчас это просто период. Ваша задача пройти его спокойно, чтобы весной 2025 года у вас взошли хорошие, правильные плоды кармы. Потому что оно является кармическим. Также я хотела бы, чтобы вы нашли время на то, чтобы записывать свои сны в этот период. Они могут быть с подсказками говорящими, они могут быть тревожными. Это тоже подсказки. Это говорит о том, что сознание неспокойное. И самое главное, да, это провести день в гармонии, потому что очень может быть много провокаций. В глобальном плане данное затмение, оно символизирует жатву. И так как у нас знак рыб, это последний дом, 12 дом гороскопа, символизирует переход, то жатва в данном случае может нести печальный характер, если мы говорим про глобальные события. Это может быть и ситуация, связанная со стихийными бедствиями. Опять же, это не про сам день, это то, что открывает данное затмение. И про некий такой переход для большого количества людей. Будем надеяться, что, опять же, тема общей кармы, она будет улучшаться. И данное событие не будет носить какой-то разрушительный характер. Но, опять же, если мы говорим про тему самой энергии этого затмения, она очень и очень непростая. С точки зрения глобальных событий, влияние данного затмения, как я говорила, оно может быть не проявляться не сразу, это может и осенью быть такой вот период, когда могут проявляться какие-то события, как у вас персонально, так и глобально. И подытожу это видео тем, что, еще раз скажу, что неблагоприятно, что благоприятно делать, это отказаться от любых интоксикаций, желательно исключить пищу животного происхождения, максимально вообще простая, чтобы была у вас еда в этот период, может быть, даже какой-то пост соблюдать. Исключить общение с людьми токсичными, не вовлекаться в тревожные новости, исключить путешествия, различного рода начинания, важные разговоры. В этот день у нас также будет Венера менять свой знак, поэтому сфера отношений, она тоже как никогда подсвечивается. Не нужно в этот день ничего планировать, не нужно ссориться, не нужно вовлекаться в провокации. И благоприятно в этот день будет принять ванну, духовные практики, родовые практики, практики, которые связаны с вашим родом. Если вы не знаете, что это такое, хотя бы молитва, если вам близка религия, тоже будет иметь очень и очень большую силу. Либо даже просто обычное проявление заботы к своим предкам или звонок близким, это тоже будет засчитано в плане родовых практик. Также я не рекомендую в этот период каких-либо магических обрядов, крайне неблагоприятно, здесь скорее тема очищения. Будет многих из вас тянуть на это, потому что энергия темная, она как бы тема борьба и зла, добра и зла здесь будет максимально проявлена. Поэтому давайте проведем день спокойно, будем настраиваться только на позитивные плоды данной трансформации и ждать, как этот коридор затмений повлияет именно на нас. Субтитры создавал DimaTorzok